Основные страницы Великой Отечественной войны в обычном помещении. Оказавшись здесь, трудно представить, что ты находишься на первом этаже пятиэтажного дома небольшого северного городка. Работы по ремонту и оснащению были завершены в год 75-летия Великой Победы. Специалисты в буквальном смысле вложили душу в создание этой реконструкции. Диораму «Шторм Берлина» можно увидеть в Музее Победы в столице России. И еще копию чуть поменьше в советском. Только здесь она представлена в виде панорамы, но по своей зрелищности ничуть не уступает. При ремонте помещения даже необходимые коммуникации оформили под панораму. При сносе стены, расширении пространства сломанные кирпичи использовали для достижения эффекта реалистичности. Мы добавили еще свои элементы, которые вписали в полуразрушенный Берлин, как раз создав такую атмосферу, что находясь в этом зале, ты находишься именно в зоне боевых действий, ты находишься в том очаге сражения, в той последней Берлинской наступательной операции. Последний рывок, и вот она будет победа. Всего в центре память города Советского шесть залов. В их оснащении помощь оказала компания «Лукойл», выделив средства на специализированное оборудование. Это и виртуальные очки, благодаря которым можно оказаться в оккупированной фашистами русской деревне, и 3D-выставка техники, и манекены. Современные технологии тесно переплетены с историей. Эти экспонаты были найдены в ходе поисковых операций в местах боев. В каждом зале постоянно проходят экскурсии, во время которых историки рассказывают о подвигах советских солдат. В частности, операции, которые вели партизаны, да, это и рельсовая война, и так далее. Можно говорить о личностях отдельных, например, дважды Героя Советского Союза Кавпак. Ну, то есть, в принципе, здесь мы об этом говорим. И фишка, в чем? Человек может зайти в эту самую землянку партизанскую и вот окунуться в атмосферу. Каждая зона – это отдельный этап Великой Отечественной. Трагическая история, которую пережили люди. Как работали дети в тылу? Этому посвящена отдельная экспозиция. Вот такая небольшая выставочная территория, но ее можно увеличить с помощью специальной ширмы. Дверь вот так открывается. И взору предстает вот такая фотопанорама, на которой отражено, как трудились подростки в цехах. Музейная деятельность – только одно из направлений центра. Здесь ведется образовательная и просветительская работа, направленная, прежде всего, на воспитание патриотизма у детей и молодежи. В нашем центре проводятся различные мероприятия в плане уроки мужества для школьников. Это целая система программы, по которой дети приходят сюда получать знания по системе. То есть, в зависимости от того, какой возраст в школе, как они изучают историю, у нас есть план. И мы этих детей приглашаем сюда. И иногда уроки, которые у них идут по школьной программе, они проводятся здесь. И проводятся они здесь специалистам. В благодарность за оказанную поддержку специалисты центра нашли место для особенной доски, где разместили имена своих благотворителей. Компания «Лукоэл» заняла здесь свое почетное место. Елена Шемшаева, Александр Русков. Наши города. Компания «Лукоэл» заняла здесь.